Восвитая служба информации телерадиокампании Гомель, у студии працуя Марина Джалая, глядите у гэтым выпуску. Доступность медицинской допомоги, питания ховы здоровья обмерковали сегодня у гарвы канками. Территория и наученцы Камаринской средней школы принимают учебу в некомерционном проекте. Гончарное ремяство в Гомельском парке распространяются мастер-классы. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Сейчас в Украине реализуется дежурная программа «Здоровье народа и демографичная безопасность Республики Беларусь». Различена она до 2020 года. Один из знаков рунка – увеличение доли урачов агульной практики в системе оказания первичной меддопомоги. У Гомеля нададенный момент перенавучания пройшли свыше 130 терапевтов. Сегодня на посаджении Гомельского гарвы канками обмерковали доступность медицинской допомоги насельництву. Популярность род Гомельшан розного взрослого набирая интернет-регистрация на прием до специалистов. По выниках первого года махчимостью дистанционного запису скоростались амаль 50% пациентов. С этой нагоды прикметно скоротились черги каля регистратуры. У планах досягнуть максимально махчимый эффект и замацовать эту практику. Якость оказания медпаслуг полепшилась и дякуючую ведению системы «Электронный рецепт». До того же взрос процент выявления онкологичных захворываний при профилактичных оглядах. У Раши сегодня выкорыстовывается для этого термин «анконастерожность». Сегодня я могу сказать о том, что в городе Гомеле реализуется скрининг по раку предстательной железы. Вторая скрининговая программа – это обследование женщин на предмет рака молочной железы. У нас буквально на днях вводится в эксплуатацию два мамографа. Это во втором и восьмом филиалах, которые как раз-то и нацелены на раннее выявление рака молочной железы. И город пополнится сразу же двумя такими, опять же, высокотехнологичными аппаратами. И следующее направление – это скрининг рака кишечника, колоректального так называемого рака. Он тоже на сегодняшний день реализуется в городе Гомеле. Скрининговые программы у Гомеле проводятся при финансовой поддержке Гарвыканкама и областного управления Аховы Здоровья. У Беларуси протягивается проведение субботних телефонных линий мясовых уладов. 16 сагат шервене, звороты грамадян, будет принимать старшиня Гомельского облаканкама Владимир Дворник. Нумер телефона – 33 12 37. У Гомельским Гарвыканками промоу линию проведея гостаршиня Пётра Кирыченко. Звертаться треба по номеру 75 19 84. Дарыш и завтра во усих районах в области можно звернуться с проблемными пытаниями до их керавников. Промои линии будут працывать с 9 и до 12 годин. У Беларуси могут скоротить термины плановых отключения гарачей воды летом. Зараз Министерство жилево-коммунальной господарки с уместной степла забеспечальными организациями проводить ответный анализ. Резерв заключается у реконструкции сеток. Для чего необходимы значные объемы финансования. По кучу же гарача вода с крана у горожан зникает на 2 тыдни. На что ее отключают, ведут наши корреспонденты. Скоротить термины рамонту и повелишить межрамонт и период можно одним способом. Для этого все сетковые трубопроводы повинны быть заменены попередними заливанными трубами. Это такие же сталевые трубы только с заводской изоляцией. Верхняя полиэтиленовая баллонка под ухиля и попадание в льготе на трубу. А нема контакту с звонковым и сяродзем значить нема коррозии. Термин службы такой трубы 50 годов, а завышайной сталевой 25. Миновитый пероход на ПИ-трубы дозволил отойти от штогодовых гидравличных выпробований у Европы. У Беларуси выкористовывать новое поколение труб подшали каля 5 годов тому. На сокращение вот этого времени 14 суток. Мы уже довольно давно практикуем это сокращение. Первое мы начали это в центральном районе. Там имеются для этого все возможности, потому что все основные стволы и основные отцветления там уже оснащены ПИ-трубами. Соответственно, мы имеем все возможности для того, чтобы после проведения гидравлических испытаний, от которых, как я уже сказал, отказаться нельзя, ну почти сразу же после окончания этих испытаний начинается включение наших трубопроводов в работу. Ну и, соответственно, если готовы потребители, они тоже могут это делать сразу же после нашего включения. Час на протягу якого проходят рамонты в опробовании залежить от стану теплосеток у тым-те иншим микрорайоний города. И в любом выпадку не перевышают 14 суток. Безумовно, там, где теплосетки новые, выконываются только профилактичные работы. На участках, какие долго знаходятся у эксплуатации, выправляют выявленные дефекты. У тым-лику со зменой трубопровода. У трех с пяти районов гомельских тепловых сеток профилактичная проверка уже завершена. Выпробований засталось оправести еще у двух. На этом тыдне горячая вода изникла у заходнем районе теплосеток. У Паудневым отключить 17 липеня. В трех районах уже испытания тепловых сетей прошли. Осталось еще два района. Расскажите, в этих трех были ли выявлены какие-то нарушения, какие-то проблемы? Приходилось ли что-то ремонтировать? Ну, естественно. Для этого испытания и проводятся, чтобы выявить слабые места на трубопроводах. Поэтому все повреждения были устранены и районы были включены в срок. Ну, серьезные были какие-то нарушения? А серьезные аварийные ситуации, связанные с испытаниями тепловых сетей? Ну, серьезных нарушений не было. Все, как говорится, в штатном режиме. В основном это что? В основном это повреждения трубопроводов и за наружной локальной коррозии. Подробязный сюжет на эту тему глядите у недели у программы «Новины ты дня» на отеле-канале «Беларусь-4 Гомель». Марина Джала, Анастасия Кучинская, Евген Макеенко. Отели радио-компании «Гомель». Завтра у Кожаным уже у Гомеля будет проходить день открытых дверей. Гомельшане смогут отримать отказы на усенние обходные пытания, какие отыщаются эксплуатации жильевого фонда, капитального ремонта, ремонту местного огольного корыстания, доброго порадкования дворовых территорий. Так само можно будет выказать свои пропоновые пожадания, какие будут разгляджены специалистами. Наученцы Камарынской средней школы Брахинского района подчас летних каникулы принимают удел у некоммерциным проекте территории. Среди его основных мета – отримание даденных обсучасно-радоцинной ситуации на потерпелых территориях, складание прогнозу доз опроменивания у вынеку махчимых аварий в будущем и выпрацовка рекомендаций по безопасным проживаниям. Судельниками проекта сустрелся Олег Синсюров. Сегодня у проекте территории принимают удел 12 европейских краин. Беларусь долучилась до его на приконце минулого года, когда был подписан контракт по Межреспубликанским институтам радиологии и Французским институтам радиоцинной охоты и ядерной безопасности. Камарынскую школу брали по некоторых причинах. По-первых, до Чернобыльской атомной станции от городского поселка усяго 30 километров. По-другому, с этой научной установкой французы уже супросовничали, когда учили школьников вымирать в зроне радиации у продуктов харшивания. Были созваны 8, 9, 10 классы в актовом зале. И директор рассказал о этом всем мероприятии, о проекте. И отбирал с чисто по добровольному желанию. То есть, кто хотел, тот и записывался. Первоначально нужно было набрать всего лишь 15 детей, но в итоге набралось 17, потому что дети сами хотели. На протягу двух месяцев школьники будут займаться вымирением фонового променювания. Робится это с допомогой специального прибора, который в докладном перекладе с французского включит, как открытая радиация. Раз мобильный додаток, который находится на смартфоне, отриманные дадзины оперативно передаются на веб-сайт проекта openradiation.org. На радиологичной карте сразу заявляется новый стежок с дадзинами. Робить замеры можно в любых местах. Уровень радиации может отличаться даже в пределах нескольких метров. Допустим, возле здания я мерял, было одно значение, а чуть дальше было уже совсем другое, в четыре раза меньше. Мечтым, у денег и проекта не зафиксовали. Узровень у радиоцинного забродживания выше из-за допущения, хотя они все-таки больше значны, чем на инших территориях, что мое на увазе необходимость захования в кумарине мер радиоцинной безопасности. Еще одна часть проекта реализуется при уделе японского центра по распроцессу стратегии оценки рисков. Начиная с 31 мая, на протяжении двух дней, 17 новочленцев Комаринской средней школы и два наставники постоянно носили с собой вот такие индивидуальные дозиметры, где и шатлы. Этот прибор позволяет оценить реальную дозу внутреннего променювания. При этом для отримания больше объективных дадзинок, у всех в день эксперимент, вялеящие и специальные дженники. Головные показчики, которые фиксовались, станут на дворе и докладное место находжения, причем указывать необходимо было на вот поверх дома, и материал, за какого им зароблены, у вересни ученые из Франции и Японии снова приедут в Беларусь, чтобы обмерковать отриманное дадзинное, зарабить выводы и презентовать их в соцветной супольности. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания Гомель, городского поселка Комарын. Лепшого шмадетного тату выбирали сегодня в Гомеле. В городском центре культуры прошел финал конкурса «Таты и малайцы». Примерковали святочное мероприемство до Международного дня Таты, что святкуется у многих краинах свету. Поколь, что в нашей краине нема официйного святотаты, а мечтым быть годным батькам, бадай самая отказная работа для мужчины, сыну стать прикладом, дачце – добрым чаровником. Конкурс ладится в другой раз. Все лета в финал прошло четыре шмадетных батьки. Среди головных умов отбора – прихильность семей конкурсанта, да здорового ладу життя, наявность семейных традиций и оптимистичная житевая позиция. Финалистов очакала четыре споборництвы. Свои износины с детьми и женкой «Таты» представили у фото презентации на конкурсе визитных картах. Творческие кулинарные сдольности мужчин демонстрировались подчас наступных двух выпробований. А в завершении вечера у всех шагал конкурс-сюрприз. Батькам пропонувался набор слов, с допомогой которых необходимо было со сцены рассказать казку. Конкурс многодетных отцов мы проводим второй раз, чтобы это стало традицией, потому что как-то мало обращаем внимания на папу, больше мама, а папа у нас не замечен. И нам очень хотелось бы, чтобы папу, мужчину дали пример с этих отцов, потому что они активно спортом занимаются, творчеством, поют, вместе с детьми ходят в походы. Журы уличывала оригинальность каждого выступления и мастацкое оформление номеров. По выниках финалу каждому конкурсанту была присвоена особная номинация и звание «Лепшого». Бо самыми-самыми они уже стали, коли приняли пропонову удельничать в конкурсе. Наступное творчество «Батькам» отбудется в 2020 году. На территории Гомельского палацово-паркового ансамбля подшал работу мастер-класс по ганчарным ромястве. Он будет продолжиться все лето. Занятки проходят у малявнейшим природным антуражи парка. Удельники отрымливают не только корыстные навыки и приемные эмоции отзносин с живой глиной, а и саморобный сувенир на память. Своими умениями, зусими жадающими, делится вядомый гомельский мастер-керамист Павел Гвоздев. Детям и дорослам он показывает, как научиться працевать на ганчарном крузе, створяющим властными руками простые выробы. А так само лепить с цельного ковалка глины оригинальные сувениры. Мастер-класс у гомельским парка проходит каждый четверг, пятницу и субботу с 12 до 15 годин. Занятки ладятся под открытым небом, а тому только при добром надворье. Это занятие, в первую очередь, для души, для того, чтобы увлечь детей и взрослых познавать и изучать ремесло керамики. Можно будет прийти и порадоваться тому, что ты сам сделал, и тоже унести это с собой. Приглашаем, приходите и попробуйте. ГТ и иншие новини вимушнят знайсцены на нашем сайте у интернет-с по адресу. Далее эфиры «Дефакто» и «Спортивный огляд». Я с вами развитываюся. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает «Дефакто». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Он решил в одиночку повторить сцену из всем известного фильма, но был пойман с поличным на месте преступления. В Светлогорске задержан мужчина, который пытался похитить из частного гаража чугунные батареи. Словно картину из фильма «Джентльмены удачи», в которой герои фильма выносят чугунные батареи со склада, наблюдала вчера днем на улице советской жительницы Светлогорска. Мужчина выносил из гаража соседа чугунные радиаторы. Знакомая владельца дома пришла к нему, чтобы покормить собаку. И в этот момент застала злоумышленника за совершением преступления. А тот, в свою очередь, проник в этот дом, используя штатный ключ, так как потребился выполнять там ремонт. Прибывший наряд милиции задержал подозреваемого в краже жителя Светлогорска 1973 года рождения. Следственным комитетом по данному факту возбуждено уголовное дело. На территории Гомельской области за прошедшие сутки было зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек получил телесные повреждения. В Гомеле 28-летний водитель, двигаясь задним ходом на автомобиле ГАЗ-33-02 по проезжей части улицы Бориса Царикова к площадке выгрузки товара, совершил наезд на 82-летнего пешехода, который переходил проезжую часть. В результате наезда 82-летний пешеход получил телесное повреждение, с которым был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Гомельской областной клинической больницы. За пять месяцев текущего года на территории Гомельской области произошло 8 ДТП по вине водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. 10 человек получили телесные повреждения. К административной ответственности привлечено 1297 нетрезвых водителей. С 15 по 19 июня госпиталь инспекция Гомельской области проводит профилактическое мероприятие под условным названием «пьяному, не место за рулем», которое направлено на выявление фактов управления гражданами в нетрезвом состоянии транспортом, а также на профилактику даже транспортных происшествий, совершенных по вине нетрезвых водителей. Последний громкий случай задержания произошел буквально на днях. 13 июня около 10 вечера на улице Солнечной городского поселка Чонки Гомельского района произошло ДТП. Сотрудниками ГАИ было установлено, что аварию совершила 32-летняя женщина-водитель с признаками алкогольного опьянения, управлявшая автомобилем БМВ. От прохождения медицинского освидетельствования леди отказалась. Со слов второго участника ДТП, женщина-водитель двигалась во встречном направлении прямо на его автомобиль. Чтобы избежать столкновения, мужчина принял вправо и остановился. В этот момент и произошло столкновение. При этом женщина перевозила двоих несовершеннолетних детей, которые находились в детских удерживающих устройствах. На женщину было составлено 4 административных протокола, а автомобиль помещен на штрафстоянку. На этом история горя водителя не закончилась. Спустя некоторое время на Реческом проспекте она была задержана повторно, но уже на автомобиле Ниссан. На неугомонную нарушительницу было составлено еще два протокола, и второй автомобиль также помещен на штрафстоянку. Такой взор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. В Гомеле чествовали женскую команду Беларуси погребли на байдарках. Напомню, что на завершившемся недавно чемпионате Европы девушки завоевали две серебряные медали. Ольга Худенко стала второй в финальном заезде одиночек на дистанции 500 метров. Уступила белоруска только практически непобедимой пятикратной олимпийской чемпионке Венгерке Данути Козак. Медали на олимпийской дисциплине – это всегда очень здорово. Это очень сильно. Считается тем более с такими сильными соперницами, как венгерская сборная. Там, как известно, очень сильная школа гребли. И, в принципе, я довольна своим выступлением. Но есть нюансы, за счет которых можно чуть-чуть добавить на чемпионате мира. Представители венгерской школы гребли стали непреодолимым препятствием на пути к золоту континентального чемпионата и для белорусской четверки. Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Надежда Лепешко и Алина Свита остановились в шаге от награды высшей пробы на дистанции 500 метров. Немножко не дотянули, но я думаю, что еще все впереди, потому что экипаж у нас еще не скатан. И я еще не набрала свою прежнюю форму. Девочка загребная у нас, Алина Свита, она в том перешла с юниоров только в молодежку, поэтому еще тактически немножко неправильно, недопоняла, можно сказать так, как нужно пройти дистанцию. Поэтому я думаю, что будем работать и дай бог подняться на стопеньку выше, чтобы порадовать наших болельщиков. Главной задачей на чемпионат Европы для белорусок было завоевание лицензий на вторые европейские игры, которые в 2019 году пройдут в Минске. Из этой задачи девушки справились. Сейчас они готовятся к чемпионату Беларуси, на котором будет происходить отбор на мировое первенство. Отметю, что ко всем важным стартам женская сборная погребли на байдарках готовится именно в Гомеле. Есть резерв для дальнейшего роста. Мы завоевали две серебряные награды в олимпийской программе. Это очень приятно. И рукой подать до золота. Поэтому сосредоточимся в Гомеле именно на этой работе. Девчонки у меня максималисты. Я тоже. Поэтому со всем желанием, рвением, трудолюбием будем работать над достижением своей цели. Республиканский турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера Беларуси Сергея Смаля, стартовал сегодня в Гомеле. Нынешнее состязание уже 23-е по счету. Сергей Смаль – знаковая фигура для белорусской вольной борьбы. Серебро Олимпийских игр 1992 года в Барселоне. Медали всех достоинств чемпионатов мира и золота Кубка мира. Его тренерские достижения не менее внушительны. Воспитанница Сергея Смаля Мария Мамашук на играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевала первую в истории белорусской женской борьбы Олимпийскую награду. Гомельчанка, напомню, взяла серебро. Турнир на призы Смаля хоть и имеет статус республиканского, однако в этом году вышел на международный уровень. Попробовать свои силы на гомельских коврах приехали борцы из Армении и Израиля. Всего в заявке на состязание почти сотня спортсменов в возрасте от 16 до 20 лет. Турниром я доволен, потому что как бы ни было, это еще один раз проверить себя ребятам, потренироваться, проверить в каком они состоянии, тем более на носу через месяц в молодежный чемпионат Европы. Соревнования проходят во дворце спорта профсоюза в Гомеле. Финалы и поединки за бронзу пройдут завтра, начало в 10.30. Продолжаем подводить итоги завершившегося чемпионата Беларуси по мини-футболу. В результате опроса специалистов и членов Белорусской ассоциации мини-футбола определена символическое сборное первенство. В составе пятерки лучших игрок серебряного призера гомельской команды ВРЗ Евгений Клочко. В минувшем чемпионате он провел 35 матчей и отметился 25 голами. Чемпион Лицельмаш делегировал в символическую сборную двух мини-футболистов. Вратаря Евгения Змыслю и полевого Владимира Сжигалка. Также в числе пяти лучших игроков Михаил Грицина из столицы и Андрей Скворчевский из Дорожника. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.